Студент музыкального училища, лауреат международных конкурсов, Александр Штырбул. Чайковский размышления. Звучит музыка. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Батинка, да? Батинка, да? Батинка, да? Батинка, да? есть не одно дело вот то что наше первых ножка баса хочется чем лучше потому что не захватываешь педали вас все композитором который дружит с гармони очень хорошо чувствовать вас особенно шапе не чайковском скребе ну что вот эта музыка она и мелодичная но вот с той же стороны и мелодия если бы не существовало здесь гармонии было бы просто одна мелодия вот чайковский один из самых красивых композиторов мелодистов как может быть и шапе то есть постарайся сейчас один нас играть певучий звук и причем это все время мы здесь слышим что вы что это за интонация как как это называется опевание да то есть опевание мне нравится такой термин выпивание не выпивание выпить выпить эти нотки может быть чуть-чуть его ясней и так чтобы звук длился и больше вот как бы взорвавшим буквально каждая здесь каждая интонация должна быть очень ласково и это пальцевое ощущение прямо как бы прикосновение к стране как будто ты гладишь на страну что вот когда ты играл немножко получился это знаешь как парахмалина скипы серьезно сел пианист и бог чайковский поскольку здесь воздушный светлый и поэтому вот это ощущение то что ты не продавливаешь инструмент здесь а 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 Я играю в педали, закладываю пас, а потом рука она как бы поднимает. То есть есть ощущение просто... Все интонации они смотрят как бы все время вниз. То есть в этом это еще какой знаковый момент у Чайковского. Он размышляет, но не смеет утверждать. Он не смеет в данном случае, он как бы не открывается совсем полностью. То есть есть вот какая-то такая сомнение, какая-то таинственность. Потому что если бы это был, опять же, Рохланина, я не зря сравнил. Допустим, он мог бы написать... То есть интонации смотрят вверх. А здесь вот все время... Они спускаются. Но когда появляется интонация подъема, то есть как бы восхищение. Вот мы это должны здесь услышать. Не просто динамика, то, что он здесь написал форта. А вот этот подъем... Все-таки как благородно и неуловимо эта гармоника. Уже с первого звука я должен почувствовать, что вот это Чайковский. Что касается... Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон. 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 вот почему я повторил 12 раз чтобы мы не привыкли с ней сроднились а потом она а здесь И потом здесь в фактуре появляется очень трепетный аккомпанемент. Вот я хотел обратить внимание на это. Вот наверняка это какая-то деревянная группа в оркестре. Вообще эта пьеса, она чрезвычайно сложна тем, что все-таки Чайковский больше симфонический композитор. Вот здесь это мышление, оно как у Бетховена, оно сквозь пронизано. А с тем и такой мелодист. То есть вот у тебя, когда ты играешь эту музыку, здесь должно быть как бы дирижерское мышление. То есть в каком плане? Каждый пласт представляет собой какой-то вот инструмент. Вот там у нас очень... Вот эти беспокойные терции, бьющиеся, бьение. А потом на них интонации. Что уже в этих интонациях касается? Какие, какие-то интонации? Какого-то сомнения, или какого-то прошедшего времени. Такого, ну, трагизма. Да. То есть вот как будто Чайковский и видит это солнце, но вместе с тем, вот сиюминутное, вместе с тем, ощущение трагичности. Вот это соединение. В этом-то и сложность передать здесь характер. Потому что все очень быстро меняется. И ты должен моментально переключаться на все изменения. Давай мы посмотрим. Вот можешь сейчас отдельно теперь аккорды поиграть? Вот эти интонации. Смотри. Ре-до. То есть так же было так си-ми-ми-ми-ми. Акцент не в том плане, что нужно ударить, а акцент нота. Немножечко стеклянно, но можно сквозь мать на это лучше. Змея продавлены. Прямо аккорды. Все фортиссимо. Соль минор. То есть все это из-за держания состоит. И потом главная интонация. Три форты. Только не так жестко. И в басу здесь тоже идет линия. Теперь как эти танцы ты сыграшешь? Акцент нота. Немножечко сейчас ты сосредоточился на звучании аккомпанемента. И чтобы здесь было свое. Это сочетание ультраполифонично. Теперь давай все соединяем по аккорде. Акцент нота. 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 а а теперь той нормы которые два таких маяка в форме если здесь тоже нужно также приподнять этот вверх чтобы он отстоял и по времени чуть больше до вершина и потом сжать уже был я бы хотел сказать что ты делаешь позволительную вещь это что в полустрасте ты меняешь ритмический рисунок это все-таки делать не нужно они здесь идут ровно это можно чуть-чуть сжать но вот делать из этого пунктир прямо от верхушки здесь сложность это для тебя левая рука для симфониста это что это средний голос до среднего какая разница какая-то другая здесь она что переложение может быть здесь сложность в том что средний голос и наверху появляется чудесное противосложение здесь трудность в том что такая артикуляция достаточно очень подробно то есть там где он хочет он пишет стаката где он хочет пишет легато то есть я бы это хотел более тщательно для вас и 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 спит здесь суть и и мы Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Девушки отдыхают... ... 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